книги открытым оком 2 том тема богослужения вопрос 1185 продажи таинств церкви это святотатство или нет отвечает игнатий тихоныч лапкин продажи таинств есть симония слово это имеет свое происхождение от симона волхва пытавшегося купить дух святой за деньги деяние 8 глава 18 по 24 стих симон же увидев что через возложение рук апостольских подается дух святый принес им деньги говоря дайте мне власть сию чтобы тот на кого я возложу руки получал духа святого но петр сказал ему серебро твое добудет в погибель с тобою потому что ты помыслил дар божий получить за деньги нет тебе всем честь всей части же всем части и жребия ибо сердце твое неправы перед богом и так пока все всем грехе твоем и молись богу может быть отпустится тебе помысл сердца твоего ибо вижу тебя исполнена горькой желчи и вузах неправды симон же сказал в ответ помолитесь вы за меня господу дабы не постигла меня ничто и сказанного вами против симонии церковь выставила десятки канонов и закрепила это сильнейшим прещением наказаниями снятия сана и отлучения делом заключения что если бы этого греха не было в церкви то против симонии не было бы такого множества строжайших канонов практически на всех соборах и у всех святых отцов этот грех затопил буквально все ныне в православной церкви за деньги нередко совершается рукоположение во всей степени священства почти сто процентов крещений проводится за деньги и в храмах висят ценники открытые на глаза таинства крещение венчание за миропомазание отдельно не берут это входит стоимость крещения о требах и не говорим это основной источник дохода только на основании симонии сегодня практически всех священнослужителей необходимо запрещать снимать сан а таинства эти по канонам никак нельзя считать благодатными они служат кормушкой папам папам но если это продолжается их никто не запрещает ибо те кто должен запрещать сами симонисты то что бог это утверждает или они уже давно все безблагодатные за поражение в этом грехе и мы ничего не имеем бог изрекает слова и он мгновенно вступает действие исаи 55 11 так и слово мое которое исходит из ус моих она не возвращается ко мне тщетным но исполняет то что мне угодно и совершает то для чего я послал его христос сказал матфея 23 38 все оставляется вам дом ваш пуст после этого слова ничего видимо не изменилось продолжается жертвоприношение ставится свистом священнослужители все остается также как и было но уже ничего нет бог не слышит бог покинул препирателей религиозных и нравственных принципов люди исповедуются кланяются священниками но все это остается только как камуфляж бог дает новые указания прогоните их всех от меня заприте храмы но после этого ничего не изменяется церковный механизм проворачивает пропускает через общую исповедь миллионы людей и тогда бог обильно взращивает разрушителей коммунистов и отправляет все колокола на переплавку а священнослужителей гулаг исаи 1 глава 10 по 24 стих слушайте слова господне князья содомские внимая закону бога нашего народ гоморский к чему мне множество жертв ваших говорит господь я присыщен все сожжениями овнов и туков откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу когда вы приходите являться пред лице мое кто требует от вас чтобы вы топтали дворы мои не носите больше даров тщетных курение отвратительно для меня новомесячные суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя они бремя для меня мне тяжело нести их и когда вы простираете руки ваши я закрываю от вас очень мои и когда вы умножаете моления ваши я не слышу ваши руки полны крови омойтесь очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правды спасайте угнетенного защищайте сирот сироту вступайтесь за вдову тогда придите и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как багряная как снег убелю если будут красный как пурпур как волну убелю если захотите и послушайтесь то будете вкушать благо земли если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас ибо уста господни говорят как сделать как сделалась блудницу верной столице исполненное правосудие правда обитала в ней а теперь убийцы серебро твое стало изгорью вино твое испорчено водою князья твои законопреступники и сообщники воров все они любят подарки и гоняются за мзою не за не защищает сироты и дело вдовы не доходя до них посему говорит господь господь саваоф сильный израилев о удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим 3 ездра 1 глава 33 стих так говорит господь вседержитель дом вам ваш пуст развея у вас как ветер мякину книга плача плачал и риме 4 глава 13 стих все это завихил же пророков его за беззаконие священников его которые среди него проливали кровь праведников плач и риме 26 и отнял ограду свою как усада разорил свое место собраний заставил господь забыть на сегодня празднества и субботы и в негодование гневы своего отверг царя и священника святотатцем называется тот кто похищает святыню слово тать означает вор святотатцем занимает занимаются очень многие сами не знают обо например то что человек гнушается идолов это похвально и достойно награды но есть священное изображение иконы иконы не просто изображение или картины но как это выражено в других языках священные изображения священными изображениями в израиле были те которые находились в кроме хирувимы в духовном плане святынью божью является все что посвящено ему сегодня все сектанты называющие иконы идолами являются святотатцами похитительными святости есть люди которые запрещают читать библию это тоже святотация и так в каждом вопросе